Здравствуйте, уважаемые зрители. Была тут интересная игра. Хочу вам показать реплэчек. Очередной шарапушер Quick Supply. На этот раз с интересным квирком. У меня рука говна. Беру воздушного специалиста. Вижу фэнков. Думаю, что челик будет меня пушить. Встаю в стандартный деф от пуша с арклайтами. Арту завожу за вышки. А оппонент же решает выдавить из себя в первом раунде ос с АОЕшкой. Чтобы, типа, осы это как мустанги, только осы. Здесь небольшая проблемка. Они, как бы, у них дальности вообще нет. Тут еще и гнает, воздушная специализация. Нет щитов на ос. В целом работают хорошо. Вы посмотрите, вон всех королей разобрали без проблем. Арта ничего не сделала. И первый раунд мы сливаем. Так, дайте я выключу этот дурацкий чатик. Очень бесят. Я не понимаю, почему он постоянно включается. Болезненное поражение. Итак, что мы видим? Мы видим шары. Мы видим ос, которые сожрут всю землю. Ну, то есть я не могу поставить здесь условную пачку фэнгов, чтобы от этого отпинаться, потому что осы ее очень быстро убьют. Поэтому я даже не пытаюсь, ставлю лодочку, в смысле этого в райтика, тарелочку. Тарелочка хороша. Оппонент добавляет еще мечей, еще воспов. Сомнительная фигня, если честно, но... Ставлю ему пачку королей. Ну, потому что спереди она бесполезна, а сзади она, может, что-то убивает. Тарелочку он мою отводит. После нерфа тарелочка без восьми луча. Какая-то помойка, если честно. Ну, смотри, что делает. Вообще ничего не делает. Ее осы забили с САОЕшкой. Просто жесть какая-то. Ладно, короли свою лепту внесли. Ой, как мы отпинываемся от поганых шариков, лошариков. Эту арту надо продавать уже. Она тут ничего не сделает. И еще одна победа для оппонента. Остается у него две пачки ОС. И немножко шариков. Ну, щиточек заходит на тарелочку. Отлично, поживет по-дольшим. Берем восьми луч. Мне нужно было взять продажу и продать вот этих вот штормов. Я что-то не догадался. Надо было так играть. Это было бы оптимально. Я бы тогда две пачки поставил. Королей. А тут еще и фены. Ну, как бы, если вы видите против себя ОС без ПВОшек и щитов и фенов, то, разумеется, лучший выбор для вас будут ОСы. То есть, ваши ОСы убьют вражеских ОС, если у вас нормальные грейды на них. А вражеские ОСы не смогут вас убить. Пены бахают вышку. Ну, я ничего пока не могу поделать с этой вышкой. Тарелочка, естественно, одна не справляется со всем этим налетом. Но этот раунд уже не так плох, как мог бы быть. Теперь я понимаю, что оппонент уже вложился в воздух. Соответственно, по земле ему ничего не светит. И это хорошо. Потому что мы можем спокойно играть в наших ОС против вражеских. И наши будут сильнее. Тем более, мы воздушный специалист с дальностью 10. Тут заходит лодочка. Берем. Гузла у него никак не прикрыта. Вообще ничем. Берем ОС с ПВОшкой. Опять я не продаю эту арту. Грубая ошибка. Арту всегда продавайте. В таких ситуациях. Но она просто ничего не будет делать. Да. Надо обе вот этих пачки продавать. Оппонент ставит ОС на моих пилилок. Это ошибка. Вы никогда не хотите фланговые юниты контрить чем-то, что дороже того, что тут стоит. Да. То есть пачку ОС на пачку пилилок. Это в минус оппоненту. Тем более, фены вон отвлекаются. Бегут на этих пилилочек. Опа. Клятый оверлордик. Взрывает обе вышки оппоненту. Орелочка настреливает. ОСы настреливают. И мы переворачиваем. Фены так себе в текущем патче контракт к тарелочкам. Скорее всего, они по ним не будут просто стрелять. Что тут у нас? Ну, суплай специалист, естественно. Оппонент же скипает. Он думает, что, видимо, игра скоро закончится. Берем еще пачку пилилочек. Ставим спереди, чтобы парклайтом нам особо никто не стрелял и по моим ОСам. Ставим еще одну тарелочку. Тоже вперед ее выводим. Нам нужен еще один юнит. Берем еще пачку ОС. Вы хотите, чтобы у вас было столько же ОС, сколько у оппонента? Продаем, наконец, эту арту бесполезную. Нафиг никому не нужную. И берем репликацию на пилилочек. Так, ну тарелочка уже с восьми лучом хорошо справляется. И, к сожалению, меня пробивают с фланга. У меня тут все дохнет. Неприятно, конечно. Но что поделать. Болезненный раунд для меня. Живелинка заходит. Уберем. Берем еще пачку ОС. Чтобы по тарелочке мне не настреливали. Берем пачку фенгов. Берем еще пачку фенгов. Берем дальность. Берем дальность на тарелочке. Берем кредитик. Ставим миночку просто. Если у вас не хватает ресурсов, что-то за конфет, просто поставьте минки. То есть, если вы минки за 50, убиваете юнитов за 200, это выгодный размен. Так, ну... Тарелочка с дальностью и тарелочка без дальности. Это два абсолютно разных юнитов. Вы посмотрите, что она делает. Она просто уничтожает тут все. Бум-бум-бум-бум-бум. Раз, два, три. Мячик горит. Справа нас проблевают, но это не страшно. Раунд уже за мной. Ну, то есть, пачку ОС ничего не сделает с тарелкой. Тем более, это у кого Ешка и дальность. Тек. Конечно, он здорово придумал с дальностью. Так. Заходит в модуль улучшения, берем. Денежку я фармить не буду. Оппонент уже в этом пуши своем завяз намертво и ничего не сможет сделать. Как бы... По факту, на прошлый раунд игра уже была проиграна. Все юниты законтролены. Как-то прикрыть он их не может. Дочекание ему не поможет. И он не может выдавить из себя юнита, который бы справился с тем, что у меня стоит. То есть, ему бы по-хорошему добавить каких-то мустангов с ПВОшкой, чтобы стрелять в моих воспу и как-то драться с тарелочками. Но, скорее всего, это просто не сработает. Давайте посмотрим. Он берет фотонку. То есть, только что он потратил 800 монет на фотонку. При том, что у меня нету тут ни огня, ни ЕМП, ничего. Тарелки просто уничтожают. Осы все сдохли, клеерить нечем мясо. И лодочка тоже падает. Лодочки проигрывают тарелкам один на один. Тут заходит супер хиви армор на лодочку. Мы можем поставить еще одну. Она будет капец какой жирной. Он добавляет еще лодочку. Но лодки против тарелок это дохлый номер. Он берет репликацию. Тоже бесполезная фигня. Просто у тарелок сейчас такой дикий клир. По земле, что никакая репликация вам не поможет. Там умрут шары, тут же умрут эти самые кроли и все. Конечное. Берем дальность, берем кредитик. С правой стороны у меня не прикрыто. Это, кстати, капец опасно. Какие-то условные фены вот сюда могли бы сделать грязь. Ну, я думаю об этом. И ставлю миночку. От оверов гузла он никак не защищается. Он, видимо, про него забыл. Ставлю еще миночку. Бум. Харики все сдохли. И оверлорд разбивает вышку. А у меня живы вообще все. Вообще ничего не сдохло. И как бы конечное. Вот так вот, ребята. В следующий раз, когда будете пушить шарами с осами, подумайте, зачем вы это делаете. А пока всем спасибо. Спасибо.